Тема сегодняшней проповеди Три характера Шмуэль, Шауль и Давид Вы помните, мы начали седру из книги Первое царство Малахей Алеф И я рассказывал об Анне Или Пнина И Хана Мы говорили о Шмуэле, Самуиле О Шауле Продолжаем разговаривать Это очень напоминает седру Телевизия, сериал Если ты внимательно учишь То ты можешь там найти очень много Интересных уроков для себя Итак, Шмуэль, Шауль и Давид Жизнь продолжается Небесный Отец, прошу у тебя Руаха Кодеш Чтобы мы могли воспринимать и учиться Гордость Кто знает, что такое гордость? Кто бывал периодически обуян гордостью? Кто не был? Кто не был? Гордость Эта штука очень вредная Вообще по жизни есть много разных вредных штук И мы периодически их касаемся Но гордость Гаава Это такое, что тебя поднимает В пророках есть история Про одного помазанного херувима Который от обилия торговли своей Или о своей деятельности Или о своей премудрости и движухе Возгордился Помните эту ситуацию? И даже оттуда можно свалиться Гордость Очень вредная штука Бывает гордая гордость А есть также смиренная гордость Гордая гордость Это когда я себя позиционирую Посмотрите Какой я крутой Я могу! Смиренная гордость Она в тишине работает И эта штука Крайне часто бывает у верующих людей Которые боятся гордой гордости И мы даже помним пример из Писаний Помните, как этот фарисей Стоя в храме Бил себя в грудь И говорил Как круто, Господь Что я обуян смиренной гордостью Я не как этот мытарь Я и это делаю Нам нужно опасаться гордости В любых ее проявлениях В Талмуде Я уже говорил эту историю Есть такая штука Пример такой Как совет Напиши на двух бумажках Два выражения На одной Напиши, что я червяк Ничего не стоящий А на другой напиши Я тот, ради которого мир создан И положи это в разные карманы И с этим ходи И когда ты будешь чувствовать Что тебя распирает Любая из гордостей То ты достань про червяка Почитай А когда ты чувствуешь Что ты вообще никто Читай вторую бумажку Что ты Ради тебя Это мироздание Создано И то и другое Является правдой Но суть этой притчи Чтобы мы Чтобы мы могли Тренировать Свой разум И чтобы мы не могли Заходить Ни в одну из этих Крайностей Наш путь посередине Хотя иногда Нас закидывает Кто сказал Что бывает С кем не бывало То есть с кем не бывало С кем не бывало Быть очень Рассудительными Очень важно Не отключаться От того Что вокруг нас Мы можем рассуждать Что в мире происходит Мы можем рассуждать Что с людьми происходит Рассуждать Но не судить Мы можем рассуждать Что с нашими правителями происходит Рассуждать но не выносить суда, если мы не поставлены в судейскую позицию. Мы должны оценивать события, видеть, с кем мы имеем дело. Иногда мы имеем дело с умными людьми, иногда с менее, иногда с хитроватыми. Мы должны оценивать ситуацию, чтобы реагировать разумно, но ни в коем случае не превозноситься, потому что мы не знаем, что движет человеком. И мы позднее, на примерах Шумуэля, Шауля, Давида, увидим, что мы не всегда понимаем, что стоит там за фоном. Мы должны искать, знаете, есть такое выражение, будьте проще, товарищи, будьте проще, проще. Я специально выбираю небиблейский язык. Будьте проще, потому что Господь Бог сам в Своем великолепии про Него написано, что ангелы не могут вместить, приблизиться. И великолепные ангелы, ни начальство, ни силы, ни херувимы, ни серафимы, никто из них даже туда приблизиться к Нему не может. Но про Бога написано, унизил себя, пришел к людям. Несколько раз такие вещи были. Пошел разговаривать с Авраамом. Творец миров с человеком. Или сошел на гору Синай. В еврейской традиции это обозначается словом цимцум. Что такое лицамцем? Сжать себя, унизить себя, сократить себя. То есть бесконечный смирил себя. Дал нам пример. Про Ешуа написано, что вся полнота, как там написано? Божества пребывал. То есть он опять цимцем это смо придя к людям, чтобы дать прикоснуться к себе. И поэтому на нас, если мы хотим быть учениками, лежит такая же задача. Быть попроще. Не думать о себе много, но и не принижать себя в ничто. Мы все на одном уровне. И когда мы взаимодействуем без гордости, приходит благословение и полнота и милость. Слышите меня? Если у кого-то начинается сложный период по жизни, надо проверять себя с разных сторон. Но прежде всего, не допустил ли ты в своей жизни гордыню? Матушку или батюшку? Еще одна ремарка. Незаменимых нет. Есть незамененные, но незаменимых нет. Шмуэль. Царь Саул или Шауль на иврите начал последовательно отступать от связи с Господом, не прислушивался к пророческому слову и очень здорово напортил духовное равновесие тем, что не уничтожил Агага и все заклятое. Две недели назад мы учили про заклятое. То, что подвергнуто заклятию, даже не прикасайся к этому. Писания говорят еще в Торе, задолго до Шауля, Шмуэля и Давида. Не вноси в дом заклятое, чтобы дом не подвергся проклятию. Поэтому, если в наших домах даже есть физические объекты, про которые мы знаем наверняка, что они прокляты, закляты, уберите их из дома. Я помню стандартный пример, который в свое время Дерек Принц приводил, как у него дома висело ковер с драконами, который ему дедушка подарил. И это была духовная штука, она была вывезена с какого-то храма. И Дерек Принц говорил, у нас была жизнь нормальная, но всегда был в некоторых аспектах какой-то пробел, провал. И вдруг я почувствовал, Господь говорил ему, убери это из дому. И он говорит, я решился убрать. Это была дорогостоящая штука. И благословения стали приходить в его дом. Ну, такой пример от человека, мудрого человека. Но важно помнить. Итак, Самуил, Шмуэль. Шауль или царь Саул был его детищем. Господь его, Самуила, использовал для воплощения божественной воли, как написано в Торе, когда придешь в землю твою, поставь царя. Он поставил царя, и тут царь начал косячить. И Самуил, естественно, исполнился печали. Он исполнился печали. Я как пастор могу сказать, что периодически я вкладываюсь, скажем, в пару какую-то, а потом у них начинаются проблемы. Я потом иду к Нине плакаться. Зачем я вообще с ними связался? Там были вещи намного побольше. Он поставил царя, а царь стал выбиваться в сторону. И написано про Самуила, что сам Бог сказал, доколе ты будешь печалиться об этом? Ну, то есть, если так отражено в священных писаниях, значит, состояние Самуила было немножко плачевное. То есть, в современной психологии, как бы это назвали состояние? Депрессняк какого-то уровня. То есть, он просто провалился. Но нам следует заметить, что даже провалившись в эту депрессию, Шау Шмуэль, как пророк, продолжил функционировать. Он пророчествовал людям. Он пообещал не оставлять молитвами израильский народ и продолжал молиться за израильский народ. Он внутри депрессниковал, но снаружи продолжал проводить свою рутину. И я хочу сказать, что здесь есть очень важный пример. У каждого из нас более-менее мы знаем, что мы делаем по жизни. И иногда что-то выбивает нас из колеи. Не так сильно, как Самуила, пророка Шмуэля Нави. Но выбивает. И очень часто мы оставляем нашу рутину. Пророк не оставил ее. То есть здесь урок. Продолжай делать, что делай. Тебе тяжело, но ты продолжаешь двигаться, прорываться. Тебе есть противодействие, даже внутреннее. Твоя депрессия или еще что. Продолжай двигаться. И Господь в один момент проговорит к тебе. И вот здесь так и случилось. «И сказал Господь, доколе ты будешь печалиться?» И он говорит ему, «Пойди, возьми рог, наполни его елеем и помажешь нового царя». То есть он сколыхнулся. Но тут Шмуэль говорит Господу, «Как я пойду?» «Саул услышит и убьет меня». Эта история записана в 16 главе Первой царств. Или Малахим Алиф. Слиха, Шмуэль Алиф. Шмуэль Алиф. Вы можете представить, еще полгода назад, когда Саул принес жертву, а Шмуэль пришел и сказал, «Что ты сделал? Я ухожу». Царь упал на колени и держал его за платье. Говорит, «Не оставляй меня, выйди со мной с народу, что от меня не отвернулся народ». Как могут быстро измениться обстоятельства? Прошло, может быть, полгода, может быть, год, а уже в страхе не Саул, а Шмуэль. Если я пойду помазывать царя другого, то ныне действующий царь Саул услышит и убьет меня. Ну вот, как могут в жизни меняться обстоятельства? И Господь сказал, «Возьми из руки твоей телицу и стадо и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу». Я читаю с 1, 2, 3 стих. «И пригласи Иисея к жертве». 16 глава. «Я укажу тебе, что тебе делать, и ты помажешь мне того, о ком я тебе скажу». «И сделал Самуил так, как сказал ему Господь, когда пришел он в Бетлехем. Старейшины города вышли к нему навстречу в трепете и спросили, мирен ли твой приход». То есть он как бы уже стоял немного в стороне, но его позиция святого, божьего пророка была так велика, что старейшины вышли, и они не понимали, с чем он пришел. И они говорят, с миром ли твой приход. Мы должны к кое-чему из вот этой маленькой истории, которую я показал с завидом, как жизнь может измениться, вынести несколько уроков. Первый. Не всегда жизнь бывает справедлива. Кто знает, что жизнь не всегда справедлива? Все знают. Ты думаешь, я верующий, все должно вот идти таким и таким. Иногда вещи двигаются так, как ты не ожидаешь. Но это не значит, что нужно сразу все разрывать, продолжать двигаться вперед. Ты должен увещевать ближних, потому что иной раз люди попадают в непонятные обстоятельства. И когда ты видишь вот такие примеры в священных писаниях, то ты знаешь, что дан тебе руаха кодиш, чтобы поддерживать других людей. Новый Завет на эту тему многократно говорит. Поддерживай братьев, поддерживай сестер, поддерживай, поддерживай, поддерживай. И это не только задача пастора или старейшины. Написано, и вы духовные. Как много здесь себя считают духовными людьми? Ну, какая-то группа реально считает. Я просто хочу сказать, не говорите себе, а что я могу ему подсказать, а чем я могу ему поддержать. Иногда достаточно похлопать по плечу, обнять, сказать пару слов, и человек будет ободрен. Не избегайте этого. Не избегайте этого. Увещевайте ближних. Никогда не оставляйте рутины, которую вы делаете. У меня руки опустились. Да ну его все, я вообще отошел в сторону. Нет. Продолжайте делать, и вы увидите цветущий сад. Бог благословит и выведет вас из того катаклизма или ямы, или неважно чего, где вы находите. Исполняйте призвание. И еще одна такая практическая штука. За все благодарите. Это вот чисто всегда радовался я пред Господом, говорит царь Давид. Благодарите. Иногда очень тяжело открыть рот, чтобы сказать, Господи, и за это я тебя благодарю. Но когда мы можем настроить нашу душу на слова благодарности Господу Богу, срабатывает какая-то непонятная концепция и формула. И в твою жизнь приходит и облегчение, и помощь. Я не понимаю ничего, мое сердце тяжело, я не знаю, но я благодарю тебя, Господь. Благодарю, благодарю, благодарю. И иногда ты заговариваешься и потом засыпаешь с тревожным сердцем. И вдруг ты чувствуешь, что что-то внутри меняется. Благодарение пред Господом срабатывает очень сильно. Я сейчас говорю просто о практических вещах. Это про Шмуэля немножко, про Самуила. А сейчас я перехожу к Давиду. Ну, короткие такие уроки. Вы знаете, если вы спросите археологов про царя Давида, то информации крайне мало. Реально, крайне мало. И некоторые говорят, это вообще мифический царь, который там был в какой-то колене Израиля. Вообще непонятно, где оно было. Но так говорят обычно... Вы знаете, большинство археологов в Израиле, я не знаю почему, они атеисты. Вот странно, но их учат в школах, в университетах, на курсах и выбивают из них даже трепет перед Господом Богом. И поэтому они такие... Я не люблю слушать археологов, слушаю их иногда для каких-то знаний дополнительных. Но так они очень атеистично настроены. Так же, как примерно сегодня политики настроены по Израилю и про Палестин. Что это ерунда, а вот это важно. Понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, про царя Давида археологи говорят крайне мало. Есть там и здесь какие-то раскопки, там где-то монета, там где-то печать, но прошли тысячи лет и доказывать чего-то сложно. В священных писаниях царя Давида можно поставить на один уровень с Авраамом, с Хаком, Яковом, на один уровень с Мошер Абейну, как ни странно. Почему? Почему, в чем причина? Почему его так высоко можно поставить? Знаете, отличительным, отличительной чертой, почему царь Давид так поставлен в Писаниях, потому что Господь Бог прощал ему такие вещи? То есть, он был настолько важен в руках Господа Бога, хотя он делал такие вещи, что другого бы человека просто бы уже давно унесла история. Ну, мы знаем так, по-настоящему, он был очень жестокий человек. Когда, помните, написано, он был красив лицом, и на русском написано рыжеволосый, джинджи. На иврите написано адмуми. Это выражение адмуми, это выражение жестокости. Он был жесткий парень. Помните, когда там нужно было сто края обрезаний принести, он принес двести. То есть, вы можете представить, можно сказать, окей, время было такое, они там были. Нет. Он был жесткий человек, очень жесткий человек. Он задумал умышленное убийство. Помните, он спланировал умышленное убийство. Как звали человек, которого он убил? Урия. То есть, это смертный грех, это не просто так. Про рецах написано в Торе, Аль-Тирцах. Умышленное убийство, это не война, там, где случается Орег. Знаете разницу между рецах и Орег? Кто не знает? Не знаете? В Торе написано «Не убей», но там использовано ивритское слово рецах. Рецах переводится как умышленное спланированное убийство. На иврите есть другое слово, когда убивают человека, Орег. Это на войне. Если война, то ты идешь и защищаешься. И это не подсудное дело, потому что Господь Бог дает тебе право защищать свой народ, свою семью, своих детей, своих ближних. Но Давид там спланировал вероцах Урию. Он закрутил роман с его женой. И это серьезнейший грех, блуд, один из смертных грехов. Он еще много чего делал, и по-разному можно толковать его события, но Господь Бог его постоянно прощал, постоянно прощал и восстанавливал. То есть для нас, ну, я по крайней мере вижу, что есть особенные инструменты, и это не 99.9% всех людей, включая каждого из нас, извините, если я кого-то обидел, но есть какие-то индивидуумы, которые Господь Бог выбирает, и через них проводят разные вещи, и эти вещи влияют на историю, на будущее. Жизнь царя Давида повлияла на будущее и даже на приход Ешуама Шиеха, который является пра-пра-пра-пра-пра сыном его. Но почему Давид себя так вел? Есть много вопросов на эту тему, и можно немножко почитать его историю. Но мы читаем, что когда пришел Самуил в Бетлехем, и встревоженные старейшины спрашивают, мирен ли твой приход, он отвечал, мирен, мирен, жертвоприношение, это пятый стих, 1 царств, 16 глава. Мирен, мирен, для жертвоприношения Господу я пришел, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению, и осветил Ишая, или Исей, и сыновей его, и пригласил их к жертве. Помните эту историю? Самуил приходит в дом Исея, и Исей приводит семь сыновей, но Давид номер восемь, он его даже не зовет к столу, и здесь я вам расскажу одну историю, возможно, возможно, из-за этой истории так много внутренней боли у царя Давида, и поэтому, когда он по жизни развивается, он иногда проявляет экстремальную жесткость и мстительность, может быть, но опять-таки я возвращаюсь к тому же утверждению, которое только что сказал, мы не знаем, что в человеке, мы можем рассуждать, но не выносить суть, только Господь Бог судит, и Он взвешивает обстоятельства. История такая, кто помнит Руд Моавитянку? Кто не помнит? Все помнят. Руд Моавитянка настояла, чтобы ее свекровь, когда она осталась вдовой, и ее свекровь уже была какое-то время вдовой, и чтобы они с Моавитских полей, то есть там, где-то ближе к Иордании они жили, вернулись назад в Эрц-Исраэль. Они возвращаются, и обе без перспективы, во-первых, они обнищавшие, они знатного рода, но обе обнищавшие, а Руд, она еще и Моавитянка, а про Моавитян сказано, не войдет Моавитянин в общество Израилева до десятого колена. Ну, такие вот утверждения в Туре есть. Следите за мной, за мыслью. И вот они пришли в Эрц-Исраэль, и Руд говорит своей свекрови, слушай, я пойду, буду на полях подбирать остатки, то, что оставляют для бедных. Помните эти выражения в Туре? Не убирай все, оставь на краю поля, чтобы нуждающиеся из народа пришли и собирали. И вот Руд пошла собирать, чтобы им можно было как-то прокормиться. И на нее через какие-то вещи обращает внимание человек по имени Боаз. Боаз был судья Израилев, очень почетный, богатый, но не молодой человек. И там какие-то были шуры-муры, я не буду сейчас в них входить, но Боаз решает взять ее к себе в жены. Ему говорят, как ты можешь Моавитянку взять в число народа Израиля. А Боаз в позиции судей Израиля делает так называемое галахическое постановление. Он говорит, что сказал Моисей, Моавитянин не может войти в число народа Израиля. Но она же Моавитянка, тогда еще не было гендерных кем ты себя чувствуешь, я себя чувствую инопланетянином женского рода, а почему ты так одет, и почему у тебя борода, ну так у нас тогда не было этого. И Боаз говорит, она же не Моавитянин, она не Моавитянин, она Моавитянка, я взял ее в жены. Короче говоря, у них рождаются дети, у детей еще дети, и там рождается Исей. Исай, вот этот отец Давида. И все хорошо, но на каком-то этапе у Исая рождается уже семь сыновей, они мирно живут с женой, и Медраж, нету точного понимания, этот текст не прописан в Библии, то, что я вам рассказываю, это еврейские истории, но они подходят под текст, я обычно очень аккуратно использую Медраж, История говорит, что Исай вдруг возгорелся духовной ревностью и подумал, я скверняю свою жену, ведь у меня в родстве есть маовитянка, у них уже семь детей, и он говорит, я скверняю свою жену, и он дает ей гет, разводится со своей женой, типа, ты святая, давай будем по отдельности, помните, когда-то Джон Карло, кто помнит Джон Карло приезжал когда-то к нам общину, его жена болеет из Англии, так Джон Карло рассказывал, что в одном племени покаялся вождь, где-то в Африке, и у него было четыре жены, и когда он покаялся, так он пришел и говорит, я отпустил, говорит, троих по Писанию, младшую только себе оставил, и вот сейчас я буду соблюдать веру и Писание, понимаете, это дур, это называется излишняя религиозная ревность, я редко говорю об излишней религиозной ревности, эта штука очень опасная, потому что она может загонять нас в углы, я не против традиций, я поддерживаю многие из них, но нужно быть избирательным человеком, так вот Ишай впал, или Исей, впал в какую-то крайность, и он сказал, я не могу осквернять свою жену, потому что она женщина святая, а у меня в родстве Моавитяне, он разводится с ней, а его жена человек очень духовный, и она знает, что она как женщина еще не закончила функционировать как мать рождающая, и она, когда Ишай был немножко после каббала от шабата и выпил лишнего вина, пришла и спала с ним, и рождается Давид, и естественно его называют Мамзером, потому что между ними официальный гет, они разведены, и поскольку он рождается в статусе Мамзера, незаконно рождены, Ишай к нему так и относится, иди пасти овец, мои сыновья, старшие, семь, пойдут на жертвоприношение, помните эту историю, а его можно нет, Ишай был крайне удивлен, когда Самуил настаивает, чтобы привели еще и последнего, подтверждение тому, что вот этот статус Мамзера, или незаконно рожденного, или отринутого, или игнорированного, психологически подавленного ребенка, это был не только в семье Ишая, это пошло и дальше, помните историю, я ее потом прочитаю, но сразу скажу, когда воевали против Голиафа, никто не хотел выйти на бой, помните эту историю, а Давид пришел проведать своих братьев, потому что он был в военном отпуске, то есть все воевали, а он был невысокого роста, поэтому его отправили домой, он возвращается, и до этого он прослужил у Саула уже год, может быть больше, он был его оруженосцем, он знал его лично, и когда он идет убивать Голиата, Саул спрашивает у своего начальника Венира, кто этот парень, как будто он не знает, он знает, что это Давид, который ему служил, но здесь вопрос в другом, он говорит, куда он вообще, он же Мамзер, он же никто, то, то есть Давид человек, который растет с целым комплексом травм, и вполне возможно, весь этот комплекс травм влияет на то, что когда он воюет или делает что-то, или пытается добиться чего-то, потому что раньше ему это не давали на законном основании, что он Мамзер, он прилагает вот эту жесткость, но мы не знаем до конца, поэтому не надо никогда судить другого человека, потому что ты не знаешь, что им движет, ты можешь рассуждать, мы не бессловесные животные, и я знаю, что в некоторых религиозных группах учили и учат, не суди, не суди, не суди, правильно учат, не суди, вообще заткнись и молчи, это неправильно, мы можем рассуждать, что с человеком происходит, потому что если не рассуждаешь, что с человеком происходит, ты и для себя не учишься, и ему не можешь помочь, ты просто рот закрываешь, но Писания наставляют нас к мудрости. Итак, царь Давид, крайне странный образ, но Господом Богом поднят на очень высокую высоту, и он является прообразом Машеха, многократно его пророчество просто супер, супер, точнее про Давида, про Ишуа. Помните его второй псалом, почтите или поцелуйте сына, дабы он не пришел и не прогневался, да это же новый завет, или жертвы и всесожжения ты не захотел, но тело уготовал мне. Это же чистая фраза, которая в Новом Завете накладывается на все действия Господни. Итак, Исей подводил к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Исею, никого из этих не избрал Господь, это 10 стих 11, и сказал Самуил Исею, все ли дети здесь? И отвечал Исей, есть еще меньше, он пасет овец, как бы он никто, он пастушок, и сказал Самуилу Исею, пошли возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Итак, учим из всего этого, что рассуждая о человеке, не надо спешить судить его, но нам важно отстраняться или устраняться от грешащих людей. Давид индивид, тут мы не можем. Когда человек из среды братьев грешит, очень важно предупреждать и обличать его, но если он упорно продолжает грешить, Писание говорит отстранитесь. Пример Павел приводит очень ясно, он говорит, я вам говорю не сообщаться с блудниками, но говорит, не вообще с блудниками, потому что весь мир в блуде, но те из братьев или сестер, неважно, которые блудят, отставьте шаг в сторону, чтобы человек мог почувствовать себя типа прокаженным и почувствовать что-то не так со мною. Помните учение о проказе Митсура? Кто помнит? Почему вывозили прокаженного вне стана? Это не та проказа была, которая была заразная. Это было поражение кожи, которое показывало, что человек погряз во лжи в грехе. и его отстраняли от общества, чтобы он, будучи один, вдруг почувствовал, вау, я не выдерживаю один, я хочу назад, я каюсь, Господи, верни меня в место, где есть сила молитвы Кагаля. Писания говорят, тайна любого человека существует и часто могут быть какие-то раны, раздражения из детства, которые влияют на наше поведение. И здесь нужно быть очень корректным, не судить, попытаться поддержать, насколько нашего ума и помазания хватает. И если мы не можем, то лучше сделать шаг назад, не брать на себя то, что называется синдром Святого Духа. Знаешь, такой синдром Святого Духа? Это когда я думаю, я как Святой Дух, я могу все, я все понимаю. Нет, мы много чего не понимаем. И я вам смиренно скажу, что чем больше я руковожу нашей общиной, тем я больше согласен с тем, что жизнь другого человека это тайна. Ее нужно лелеять, ну, в плане быть очень корректным, потому что в конечном итоге только важна связь Творец и этот человек, а мы только можем поддержать. Поэтому Писание говорит, я сегодня это в пятый раз говорю, увещевайте друг друга, поддерживайте друг друга, не прижимайте вниз. сегодня есть больше помощи в воздухе, чем было тогда, потому что тогда, во времена Давида, Ишуа еще не воскрес из мертвых и не были высвобождены силы, которые могут агрессивно исцелять. поэтому сегодня, когда мы молимся за душевно больных людей, мы можем рассчитывать на то, что сила воскресившая Машеха из мертвых, которая высвобождает не только покрытие греха грешнику и даже преступнику, но там написано за депрессией наши он был уязвлен, то есть когда Ишуа проходил свои земные страдания, когда его били, то Господь Бог каким-то образом связал это с состоянием депрессии, там так в Исаии 53 главе и написаны, он страдал и там есть слово медуке, дикаон, поэтому когда сегодня человек сломален, когда у него есть какая-то внутренняя травма, очень важно не прекращать молиться, потому что помощь от него приходит, мы должны быть внимательны к своим ближним. Написано в 16 главе в 14 стихе «А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа». Если вы прочитаете на иврите, там то же самое написано. И здесь для многих урок, потому что многие люди живут в греческом представлении этого мира, что добро борется со злом. Тут Сатан и его армия, а здесь Господь Бог и его армия. Это греческое, немножко языческое, немножко китайское и, не знаю, восточное, там, где есть инь, веянь, и все это не то. Библия не учит так. Библия учит, что над всем есть только один Господин. И этот Господин, когда человек грешит, может воздействовать на него не только добром. Здесь написано «И злой дух от Господа возмущал Саула». Как это? Почему это? Да потому что написано в Экклесиаста «Если человек разрушает ограду, то его кусает змей». Помните такое выражение? Змей это образ того воздействия негативного, который высвобождается в этом мире. И когда мы говорим о сатане или сатанах, так правильнее сказать, потому что сатанов бывают абсолютно громадное множество. Мы только на ходу видим разных бесов, которые правильнее назвать мелкими сатанчиками, но мы видим трех больших. Одного змея, который искушал еще Еву и который должен быть связан тысячу лет. Мы видим другого, который был помазанный Херувим. И мы видим еще одного, который был Хилель-Шахар. Его по-другому называют Люцифер. Это три разных, это не один. Есть еще много разных других, которые предназначены Господом Богом, чтобы искушать народы или испытывать народы, или испытывать нас. И наша задача смотреть за собой. Потому что, если мы стараемся не грешить и уповаем на милость Господа, то Господь Бог не позволяет этим сатанам кусать нас. И мы защищены его милостью, благодатью Ешуа. И даже если согрешаем, если мы каемся, то это зло удаляется от нас. И сказали слуги Саулову, Саулову ему, вот злой дух от Бога возмущает себя, пусть Господин наш прикажет и найдут ему музыканта, который будет играть на скрипке, не знаю, почему тут про скрипку сказано, не про барабан, и будет легче. То есть они тогда знали, они тогда знали, что музыка, правильная музыка может исцелять душу. Это тем из нас, кто иногда страдает расстройствами, я не говорю что-то против лекарств, но не ставьте рок, ставьте Баха, или Моцарта, и вы будете чувствовать, даже коровы наши дают больше молока, когда им прослушивают Моцарта. В музыке есть сила, и если мы можем поклоняться Господу, даже на своем личном, словословить Его, еще вставляя какую-то музыкальную пластинку, то Господь обещает, и вот здесь они тогда знали, и Саул говорит, хорошо, найдите мне человека, они говорят, там у Ишая один из его детей классный музыкант, и Господь с ним, откуда они знали это? Саул был в одном городе, Бейт-Лехем совершенно в другом, молва пошла, что когда Давид играл, сходил Дух Святой и радовал сердце людей, тогда по интернету они много запросов не делали, но слухи дошли, вы можете представить, с какого-то захолустья, с Бейт-Лехема, дошли слухи до столицы, что у этого человека музыка исцеляет, и взяли его, и написано, что Саул, и пришел Давид к Саулу, служил пред ним, очень понравился, и сделался его оруженосом, сила музыки, колебания музыки, они наполняют наше сердце, древние знали это, я думаю, нам стоит обновить это знание опять, и вот следующая глава 17, говорит, опять была война между Израилем и Плештим, и выступил из Тана филистимлян единоборец по имени Галиад, из Гефа, роста шести локтей пяди, шесть локтей, знаете, что такое это шесть локтей? Вот локоть, стандартный размер локтя примерно 50 сантиметров, шесть локтей сколько это будет? Три метра, еще пять, три десять он был примерно ростом. Я читал одну историю о Первой мировой войне, тогда высокорослые люди были намного чаще, чем они сейчас есть. Это сказки, что нам рассказывают, что раньше люди были метр пятьдесят с кепкой, это мы метр семьдесят с кепкой, а раньше были люди очень высокорослые, я не буду на эту тему сейчас рассказывать и говорить, но я читал одну историю из Первой мировой войны, когда обоз шел мимо болгарской деревни и груженая телега с лошадью просто утонула в воде, ну в воде болото, там деревенская дорога, из рядом стоящего дома вышел примерно трехметровый человек и взял эту лошадь вот так вместе с обозом и вытащил, то есть мы не совсем понимаем объем этой силы, потому что мы размеряем нашу силу ну метр семьдесят, ну метр восемьдесят, ну метр девяносто, ну еще покачался пять лет в качалке, но когда есть естественный рост силы это, то есть мы можем представить какой бык был Голиат, а про него написано, Саул, царь Саул говорит, он боец с юности его, то есть человек, который был заточен на войну, вы знаете, я скажу свое скромное мнение, может быть я не прав, но это мое скромное мнение, лет пятнадцать назад в Израиле обсуждался вопрос профессиональной армии, не армии, когда набирают людей на два года, профессиональной, и потом его на ком-то вопросе спустили на нет, я считаю, что это наша величайшая слабость, что этот вопрос спустился на нет, потому что сейчас в армию берут молодежь, и из них примерно тридцать процентов даже не хотят в нее идти, их просто заставляют, то есть, а еще тридцать процентов, которые пошли, они пошли, потому что есть так называемые коллективные ободрения, что ты не идешь, как ты не идешь, а, ну ладно, я пойду, а что ты не идешь в боевые, а человек не способен на это, а его берут, но всегда в обществе есть так называемые бойцы, люди, которые любят воевать, которые умеют воевать, и которые, когда их тренируют, воюют очень хорошо, и вы возьмите в пример профессиональную армию в Штатах или в Англии, это очень натренированные люди, которым не 20 лет, я не хочу ни в коем мере унизить тех, кому сейчас 18, 19, 20, но те из нас, кто перешагнул 35, знают, что в 35 твоя гола намного опытнее, чем в 20, а если ты к этому шел еще постоянно тренируясь, и зная, что ты делаешь, вы знаете, что, к сожалению, в этой войне в Газе, там 20% погибло от дружественного огня, почему, потому что люди не воюют постоянно, наши имеются в виду, то есть они тренированы на милуемых там-сям, слава богу, то есть большой НЭС, то есть все говорят, американцы говорят, что в Масуле погибло намного больше мирных и намного больше военных, чем то, что израильская армия сделала в Газе за это короткое время, но все равно вы можете представить разницу между профессиональным воином и непрофессиональным, и, естественно, их действия профессиональных, они намного меньше несут ошибок, так вот, Голиад, он был из профессионалов, а Давид, он был скрипач, боец, когда на него руаха кодеш сходил, и пастух, а какая у вас профессия, помните, я царь, а Давид говорил, я пастух, короче говоря, здесь написано, весь народ был в шоке, и даже Саул, который был на голову выше, то есть примерно метр девяносто, всего Израиля, он боялся выходить против Голиата, там были три сына, Исея, они пошли на войну, и Исей был меньший, и 15 стих говорит, Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме, а филистимлянин тот выступал утром и вечером, 40 дней подряд, и мы знаем, как история пошла дальше, и Давид пошел проведать своих братьев, и 55 стих, когда Саул увидел Давида, выходившего против велистимлянина, то сказал Авениру начальника войск, я вам уже рассказал эту историю, Авенир, чей сын этот юноша, ну, не значит, что он его не знал, он был с ним долгое время, но, особенно в древнем Израиле, всегда нужна была родословная, что интересно, у великих Израиля всегда есть проблемы с родословной, у Фариса была проблема с родословной, потому что Тамар, его мама, согрешила с Иудой, у Давида была проблема с родословной, потому что непонятно, его называли мамзером в обществе, и даже в одном из псалмов он написал, помните такие слова, во грехах родила меня мать, в христианском толковании это начинает толковать первородный грех, там вообще не про это говорится, там говорится, что на них висела вот печать гетто, развода, и про нашего Господа Ишуа было пророчество, род его кто изъяснит, помните такое выражение, а род его кто изъяснит, и сегодня тех, кто противится, называют мирем блудницей, кем угодно, потому что правда глаза колет, и сказал царь, так спроси, чей сын этот юноша, когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке у него, но если голова человека, который метр восемьдесят весит, я не знаю сколько, то там наверное в два раза больше было, еще надо было удержать эту голову в руке, и спросил его, Саул, чей ты сын юноша, то есть тебя все называют мамзером, а чей ты сын, сын раба твоего ищая из бейт лехема, такая пророческая концовка, кто из вас читал книгу Ильфа и Петрова «12 стульев», там был Балаганов, Паниковский и Балаганов, помните два, и Шура Балаганов, и помните они там поссорились, «А ты кто такой?» «А ты кто такой?» спросил Саул Давида и Давид сказал «Я оправданный Божий, я раб Божий, в руках Голиафа, голова Голиафа в моей руке, это вот вам свидетельство того, что Господь со мною, я очень хотел бы, чтобы каждый из нас, проходя свой жизненный путь, учился из этих уроков Самуила, Давида, Шауля, и, учась, знал то исповедание, которое нам надо провозглашать, я раб Божий, я ученик, хасид, Ишуа Машех, оправданный, Ишуа Мессией, и хорошо, если голова Голиата, побежденный грех, или что-то, к чему ты целишься, было достигнуто тобою, ты мог представить, как написано в Новом Завете, всякому требующему дай отчет в своем уповании, спасибо, Дима, всякому покажи голову Голиата, что Господь дал тебе победу, давайте встанем помолимся. Небесный Отец, прошу тебя, чтобы каждый из нас живя учился, а ты говори к нам, раскрывай нам тайну твою, дай нам чувствовать влечение к твоей тайне, примеры, которые мы читаем, пусть учат нас, помоги нам не делать ошибок, тех, которые делали эти люди в Танахе, и помоги нам поступать верно, уподобляясь им. Мы благодарим тебя за силу воскресения, которая действует в нас. Прошу тебя, благослови. Башем воиасем лиха шалом. Шаббат шалом, шаву атов и пусть бог благослови. Всех благословит всех. Субтитры создавал DimaTorzok